блин перебивают меня звонки вот георгий победоносец теперь смотрите здесь появился недавно этот памятник наконец-то он появился я вообще думал появится он не появится появился красавелла наш красавелла вот тут было все по-другому сейчас садовое кольцо сделали реально садовым кольцом посадили блин солнышко иду как раз на солнце посадили какие-то деревья фруктовые хотят посадить деревья сделали вот этих все здесь по-другому было пешеходных переходов здесь не было только по подземному переходу можно было ходить сейчас все ходят по улице и по переходу то есть смысл перехода исчерпал сам себя то есть вы там можете сказать а что же ты сейчас не станешь переход потому что людям удобнее и интереснее пройти по верху по парку вот поэтому посмотреть на памятник так далее и тому подобное а вот здесь вот он сейчас вкус вилл я выше этого рассказывала раньше была азбука вкуса то есть мы тусовались вот этого дома вот там вот дальше вот я наверно сейчас перейду со всеми вот он дом тут все изменилось уже давно здесь не был ну в плане не посещал днями и ночами это место проходить проходил часто по работе приходил здесь был магазин наш любимый где можно было в долг взять продукты алкоголь вот домик чехова один из 2 до 2 охранника которых в переходе которых там которые выступали там за меня у них здесь квартиры это домик чехова это домик сидеть это табличка это табличка таблички нет там вот а немножко изменилось тоже изменилось немножко по-другому было ну короче вот там в углу мы заходили за продуктами вот это кафе вот это ресторан сейчас он называется бутчер или бутчер раньше потом по-другому не помню назывался его владелец как бы тоже нас поддерживал периодически финансово и еду давал вот так далее в Москву я знаю немножко а здесь женщины еще то есть местные все равно так или иначе подтягиваются один здесь кстати действительно мы ему не верили он приходил а про женщину сейчас сначала женщина такая все приходит ну ребята чего а мы иногда находим там вот в этом магазине брали сырые продукты то есть мы ей половине у нее ребенок маленький такой подросткового возраста пацан вот мы ей говорили то что там отщебни себе кусок сыну вот и нам сварить она вон варила еду вот а бухать да все бухают и она тоже иногда с нами усугубляла бухать можно по-разному кто-то пьет каждую пятницу я в говно как это поет из камеди клап каждый понедельник я огурцам все вот эти дворики все тут исхожено и излажено так такая вот она москва так прошел я не прошел где это хотел показать короче здесь церковь как она называется забыл переулок церковь забыл можно короче ходить сегодня суть в том что эта церковь каждый день независимо от погоды независимо от дня недели вход со двора там есть там собираются контингент определенный о котором мы ведем беседу их там каждый день в 15 00 кормят раньше просто был один суп ну суп в церковь понимаете что суп не мясной максимум на рыбе вот забыл конкурс переход сейчас установим память у меня на церковь а вон туда забыл я блин ну давайте с другой стороны зайдем ух я я мая женюсь наверное скоро а о Успенский Успенский переулок напомню о и церковь Успения Пресвятой Богородицы вот она вон там крестик видно сейчас мы туда пройдем сейчас я зайду вот сюда вот я здесь в одном месте подрабатывал утром стоял курил подошел к женщине и говорю денег стремить а вот в этой двери да в этой двери короче там полиграфии я работал там курьером вот сейчас тут разломали все вот в чем разваленный дом разваленный дом тут тоже жили пацаны сейчас хламы понакидали да они тоже кидали а так вон там дырка прям здесь стена закопченая видно здесь уже дождями смыло а вообще стена копченая короче там же и буржунку заложили из кирпичей жрать варили и так далее вот с этой компанией тоже двоих посадили один главное дело угнал этот маленький тракторок вот этот который чистит дворы дворник тоже с нами побухивал киргиз и один таракан погонял его Серега таракан угнал этот трактор чтобы съездить за водкой это вообще шоу было и посадили за углом статья 166 УК РФ учите так на всяких случаях вот второй жил с женщиной и избил женщину короче она умерла 111 и третья вот она церковь вот вот такая жизнь бродяжническая бомжовская не найдешь где тебя убьют или зарежут свои же а вот кстати в этом переходе я там играл не один а играл с татариным с Ренатом мы с ним на Арбате познакомились и вот кстати сейчас время то наверное около трех да а не уже время пять играл он профессиональный музыкант консерваторный музыкант вот Ренат на Арбате познакомились я его привез сюда он вшивый был грязный у меня копейка была купил ему похмелиться мыло станки поехали лето было поехали на озеро короче в Подмосковье с Савеловского вокзала электричка ходит там долгопрудный и дальше там канал Москва там постирались помылись вот лавочки сюда выносят котелки с продуктами вот столики видите сколько много столов за каждым если посчитать по четыре человека да сколько раз два три пять семь столов семь четыре двадцать восемь ну так и есть не меньше тридцати человек сюда приходит чтобы покушать каждую каждый день 15.00 вот и этот Ренат короче наиграли мы с ним денег нормально наиграли тысяч наверно у нас по семнадцать по двадцать было не считая того что там пропили проели прокурили ну то есть мы играли все в кофр складывали в чехол гитар и когда уже уставали когда уже пора нам идти спать мы все делили пополам и каждый тратил деньги на свое усмотрение а в течении дня мы их тратили вместе то есть решали берем пузырь берем вот кто же здесь мало пили пили портвейн три топора это это вот есть это и короче а он к сожалению еще и ходил играл этот татарин Ренат короче он пошел когда еще были игровые автоматы блин капели капу вот и выиграл там более ста тысяч рублей и собирался домой прибежал радостно мне рассказывать мне там дал еще там я думаю куда у меня есть я думаю ну ладно пусть дает все равно халява прибыла вот и короче так сейчас секундочку вот кто узнает то здание по прямой пишите комменты но я сейчас скажу что это за здание потому что мы ближе подойдем и короче он пришел ночевать там в своем мы не вместе ночевали в свое место куда-то с какими-то там еще ребятами и короче светанул там деньги его убили за эти деньги вот он сад эрмитаж вот я тут тоже в пенсионном фонде кстати тут пенсионный фонд есть и там Ольга я ее так иногда вижу но не подаю виды что это я мы с ней познакомились она с Химок и ходили обнимались в этом парке в обед она выходила в обед я ее встречал а это здание ну я думаю оно очень узнаваемое жуткое жуткое здание Петровка 38 знаменитое вот прошли мы буквально еще километр сейчас его закрыли а раньше был вот за углом вот этого желтого забора направо там был еще один бесплатный туалет вот где памятник Пушкину стоит это в другую сторону ну буквально там 8-10 минут там еще один туалет ну это в плане того где можно привести себя в порядок куча просто куча сейчас сделали раньше на вокзалах был платный или там по билету сейчас на всех вокзалах все туалеты бесплатно вообще никаких проблем нет лучше конечно не доводить от такого состояния ну если уж случилось бывает там избили упал и завозился в грязи вот и так далее вот здесь раньше сейчас даже даже и дверей не осталось там где-то вот в районе вот этих лавочек были две двери и там туалет вот она Петровочка 38 телефон телефон мой телефон не видно ни хрена ну и так видно там где-то железный феликс стоит а и значит про мужика я рассказывал приходил к нам мужичок ну такой крепыш шестьдесят там с небольшим ему Сергей Александрович Сергей Александрович фамилию даже ну уже забыл фамилию а отчество его отчество помню вот ну и тоже начал там с пьяна да я герой Российской Федерации ТРПР ГРУ генерал лейтенант да ладно мы ну да 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 трещи трещи главное он пенсию получает приходит а потом однажды подходит к нам мужик такой солидный мы даже не узнали его солидный в таком дорогом костюме вот орден ну звезда висит я да ну нафиг Сергей Александрович ты я вот пошли я пенсию получил ай я тебе на ноге вот ну значит пенсию пошли купили выпить портрешочка вот эти хот-доги стардогс он любитель прям понаберет их там штук двадцать всем пораздаст всех накормит и он достает ну этот лепель откидывает как он называется по-русски пиджак там кабура по-русски встает стул именной на нем написано сергей и инициал и фамилия часы командирские орден на орден достает не орден а орден звезда это так ну ксилуют достают то что ну где-то в африке где-то в африке а героя я не знаю за что ему дали россии однажды у меня прикалывал я же ветеринарный врач по образованию он говорит о тыгод у нас ветврач а вот там вот как это петров петровский бульвар это вот петровка там ламаре ресторан петров петровка 38 а петровка 28 петровка 28 там а это петровка 28 я там однажды заказ брал по перетяжке мебели вот и вот он с этой кошечкой значит кошечка полечить кошечка лапами короче царапает соски себе вот самка ну я думаю ну не беременна она у тебя нет вот я говорю ну тогда не знаю и как раз вот такое же время было весна авитаминоз я сказал им какие лекарства купить он купил приди у калии я вот ходил к нему домой я в шоке был я захожу и на меня идет пантера реально черная здоровая пантера вот это у него была кошечка вот а сейчас я вам покажу вот этого вот мужчину мы пришли в этот сквер я думаю тоже всеми узнаваем такая вот плохо солнышко вот так мы спрячемся вот он пел и так вроде по рассказам значит там вот за петровку 38 следующий поворот направо малый каретный переулок и вот он песню пел где мои 17 лет на большом каретном вот и там в каком-то куплете есть что вот он Дед Мороз блин живой ешкин кот Дед Мороз этого мужика я знаю вот переименованный он теперь раньше был большой каретный переулок сейчас как он лихо в переулок вот это сквер Чехова по моему называется блин надо было немножко не догадался от Арбата начинать сейчас солнышко все время в глаза будет вот это сейчас мы были вот где стоит памятник Калашникову это было садовое кольцо а вот это уже бульварное кольцо кому звонит неизвестно здесь ну когда тепло собираются шахматисты можно даже на деньги поиграть я играл несколько раз ну и проигрывал и выигрывал вот так что смотрите комментируйте задавайте вопросы вот здесь я тусил я здесь ходил с гордо поднятой головой всегда с гитарой ребят тут тоже кучу знал вот ну места постепенно утрачивают так присяду немножко постепенно утрачивают свое значение потому что объясню почему раньше продавался алкоголь круглосуточно это во первых было куча палаток вот этот памятник какому-то композитору не помню вот куча палаток на этом тоже зарабатывается 100 метровые деньги по ночам потому что местные тут очень много клубов ночных дискотек всяких всевозможных ресторанов баров ну вообще центр все мы сидим километр до Кремля осталось вот там за тем над зданием это гостиница Россия кстати которая горела и там много народу погибло ее восстановили за этим зданием стоит знак 900 метров до Кремля до туда наверное метров 300 все в голове поперемешалось просто истории я говорю можно снимать часами может быть кто-то подскажет как это как это воспроизвести какой контент как этот контент сделать чтобы какими-то эпизодами может быть каждое место потому что в каждом месте происходило столько всевозможных событий что просто не уложится все ну что пойдем будем заканчивать дойдем до памятника Пушкину ну тут опять же вот памятник Пушкина вот он кинотеатр Россия гостиница Россия Пушкин справа по диагонали от Пушкина опять же самый большой в Европе по-моему он даже ну в России точно но по-моему что-то я слышал он самый первый во-первых в России и самый большой в России не буду говорить точно что в Европе самый большой Макдональдс и самый первый вот а справа а слева по диагонали от Пушкина находится в магазин Армения, ресторан Пушкин знаменитый. Вот этого мужика не помню, кому это памятник. Сейчас мы вместе с вами узнаем. Там перекрыто, поэтому пришлось вот мне нарушить. Общепринятые правила. Не по тротуару, а по газону. Так, это у нас Твардовский. О, блин. Александр Трифонович. Вот такие здесь места. Спали. Короче, раньше вот таких кустиков здесь было больше. И когда они распускаются, то просто рай. Рай для бомжей. Вот. В этих кустах, ну, были такие черти. Ну, допустим, неохота с собой рюкзак носить там. Что-то ты надыбал где-то вещи, одежду. Вот. Неохота с собой таскать. Раз, в эти кусты. И тут же за тобой идут эти бесы, которые шарят по кустам и достают бедолажьи и вещи. Такое тоже здесь бывало. Вот. Ну, в этом скверу я не спал. А вот прямо где Пушкин спал. Две шуточные истории такие расскажу. Все говорят, ну, это такой анекдот, наверное, люди из Армении придумали. Не знаю точно, кто придумал. Ну, суть в том, что Пушкин стоит к России, к кинотеатру в России задом, а к Армении, к магазину передом. Ну, и такой вот анекдот. Там не уточняется, что магазин, кинотеатр. Просто говорят, почему Пушкин стоит к России задом, а к Армении передом. Попробуй повернись. Вот. И еще одна шуточная история. Это уже про меня. Я однажды сплю. Повторюсь, что здесь очень много клубов. Однажды сплю в таких же вот кустах, как я показывал. Там, прямо вот на Пушкинской площади, куда мы сейчас идем. Вот. И там лавочки. Ну, я слышу, все уже крапят там пьяные. Я слышу, двое разговариваются. Тыр-тыр. И у них там какой-то замес начался, короче. Ругаются они. И чуть-чуть он мне в голову не попал. Короче, кидает литровую бутылку. Ну, начатую. Литровую бутылку виски. Вот. Я такой, о, ничего себе. Ну, сначала шуганулся. Прямо возле головы и упала бутылка. Ну, не то, что в меня метился, а просто выкинул ее со злости. Вот. Я ее благополучно поднял. Они ушли, поругались там, ушли. Вот. На лавочке еще двухлитровая кока-кола тоже начата. Ну, и нормально я так ночь провел. Бандитам моим уже было не надо. Вот кинотеатр России. Раньше здесь, в 2000-х, когда были казино, здесь было казино Шангрелла. Задолбалки. Психопаты люди. Наконец-то я дождался. Долгий очень светоход. Ну, вот она, собственно, Пушкинская площадь. Солнышко, как ты прям... Как я тебя люблю, но как ты не в уровне. Сейчас мы за дом спрячемся. Так, пойдем, да? Вот фонтан. А, еще история такая, что... Про этот фонтан могу рассказать. 2-го августа какого-то года. Лохматого. Не помню. Значит, я залез в эту часть. Три-го августа. Я не знаю. Три-го августа. Горище. Три-го августа. То есть отвод. В голову так, что... Три-го августа. Пусть поперемешался. На свете. Три-го августа. Докопались. Не знаю. Не то ограбить ее хотели. Не то там... Что-то еще. Вот. И мы вот с этим Ренатом, короче... Вступились. Вступились. Вплоть до того, что... Гитару одну я разбил. Вот. И приехала полиция.